Двенадцать часов и пять минут на 101.0 FM начинается Кировский эфир. Добрый день, вас приветствует Николай Голиков и Владимир Сметанин. Традиционно напоминаю, что нас можно слушать не только посредством радиоприемника. Прямая трансляция, видео, аудио нашего эфира ведется на сайте нашей радиостанции Кировград. 16 плюс возрастное ограничение на наших ресурсах в социальных сетях, в телеграм-канале, в группе радиостанции ВКонтакте и на нашем ютуб-канале. Так что подключайтесь к нам, к нашей трансляции, к нашей передаче, к нашему обсуждению, как вам будет угодно. Но у нас сегодня несколько тем для обсуждения, и впереди два часа, так чтобы не скидывать все в одно, давайте по порядку, о чем мы будем говорить. В первом части у нас предполагается два собеседника. Хотим мы ближе к середине часа пообщаться с министром охраны окружающей среды Кировской области Аллой Албеговой. Вполне конкретный повод для этого появился. Повод очень интересный. В Кирове в тестовом режиме начала работать мобильная лаборатория мониторинга воздуха. Это то, о чем так долго говорили. В декабре в Кировскую область она прибыла, и сейчас ее тестируют. В прошлом году несколько раз новости появлялись о том, что скоро будет, будет она. Я просто читал, когда новость, понял, что почему не сразу-то ее запустили, потому что еще специалистов надо было подготовить, техника сложная, и вот сейчас как бы она начала уже работу, пробные выезды. Ее появление в областном центре вполне оправдано. Не секрет, что разный букет запахов в разных районах города, иногда стихающий, иногда усиливающийся, он присутствует у нас 12 месяцев в году. Вот у нас сегодня с утра как раз коллеги жаловались, что опять чем-то таким пахнет неприятным в городе. Опахивает. Да, ну вот вовремя появилась мобильная лаборатория. Видимо, там есть специальное оборудование, чтобы брать пробы специальные, да, оценивать их на содержание. Ну, я думаю, Ларитровна расскажет именно, что нового привнесет вот эта именно лаборатория, потому что так-то воздух у нас меряют, и Роспотребнадзор постоянно меряет, да, но как-то вот, видимо, чего-то не хватало. И общественные активисты у нас тоже имеются, которые там по собственной инициативе за собственные счеты. Нет, ну это все-таки вот такая уже, видимо, реализированное оборудование лаборатория. Ну и тема, с которой мы сейчас будем начинать нашу передачу, касается абсолютно всех, да, ну, за исключением, наверное, тех, кто живет в частном секторе, да, и отапливается. С печным отоплением. Отапливается собственными силами, собственными ресурсами. Начало февраля, седьмое число, естественно, мы начали получать квитанции за отопление за январь месяц, да, за первый месяц 2023 года. И помятую о том, что в 2022-м у нас дважды индексировались тарифы. Да, с 1 декабря поднято уже было. Да, с 1 июля и с 1 декабря, и уже много говорится о том, что мы увидим увеличенные суммы в наших квитанциях. Я еще пока не получал, но думаю, что сегодня, завтра, послезавтра это произойдет. Я традиционным способом эти квитанции добываю из почтового ящика, каждый раз гадаю и делаю с супругой ставки. Давай, говорю, угадаем, сколько там на этот раз у нас пришло за отопление. Ну, надо понимать, что январь у нас месяц был в том числе и с большим количеством морозных дней. Морозных, реально морозных дней. Плюс увеличение тарифа. Ну и, видимо, соответственно, не понравится многим. Вот я говорю, я уже сходил к почтовому ящику, мне уже не понравилось. Ну и сегодня, да, я заглянул в социальные сети популярные, кировские. Уже люди начинают писать и начинают выкладывать фотографии, снимки своих квитанций за отопление. Вот, в частности, из Слободского квитанция попалась мне за квартиру 55 квадратных метров. И плата за отопление составляет почти 10 тысяч рублей. Но Слободской, Котельнич, там в том числе, это отдельная такая история. Там каждую зиму такие сообщения приходят о невеселых суммах. Ну, потому что у них там иначе немножко устроена эта система вся отопления. И топливо другое, да? Там даже не столько топливо другое, сколько меньше потребителей, а затраты-то те же, как в Кирове. Поэтому делится на всех. И, да, у нас сейчас на связи Сергей Улитин. Это руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, председатель общественной палаты Кировской области. Сергей Николаевич, приветствуем вас. Добрый день. Добрый день, Сергей Николаевич. Добрый день, да, и хотим мы поговорить о горячей линии под названием «Дорогое тепло». горячую линию накануне как раз-таки Центр общественного контроля в сфере ЖКХ запустил. Я у вас смотрю сейчас в группе ВКонтакте, уже есть сообщения. Люди присылают тоже фотоснимки своих квитанций. Ну, вот о сути этой акции, этой горячей линии мы и хотим с вами поговорить. Расскажите, для чего запущена она? Ну, у нас в этом году нештатно было, не в те сроки, в которые мы привыкли, произведено изменение тарифов на коммунальные услуги на 9% с 1 декабря. Декабрь был холодный, и мы все это, обсуждая на заседании Центра общественного контроля 12 января, пришли к выводу, что, наверное, было бы неплохо не только еще раз рассказать, что явилось причинами таких платежек в квитанциях, но и как-то это достаточно широко до людей довести, потому что каждый раз мы столкнемся с одним и тем же. Люди говорят, мы опять не понимаем, у нас почему-то стало дорого. Поэтому есть две задачи. Во-первых, напомнить о том, что действительно платежи большие, они обусловлены тем, что 80% кировщан платит по приборам учета, а значит, неравномерно в течение года. Декабрь у нас был холодный, январь у нас был холодный, поэтому все квитанции, которые мы получаем, они сейчас имеют повышенные цифры. И нам интересно было в том числе посмотреть цифры повышенные, это всем понятно, но насколько они, скажем так, оправданы, насколько они соответствуют, потому что в предыдущие годы, особенно несколько лет назад, мы встречались с ситуацией, когда перерасчеты и вот эти изменения тарифов проводили к неточностям начисления, к ошибкам. Поэтому мы объявили такую горячую линию. Стартовала она вчера, 6 числа, закончится она 10. 10 февраля. Да, 10 февраля она закончится. Мы ждем, что люди начнут присылать квитанции в социальных сетях. Мы не претендуем на персональные данные, мы более того просим часть информации закрыть. Нам нужно, чтобы был лицевой счет и сами начисления. У нас есть договоренность с энергосбытом, что мы все эти квитанции отработаем. По состоянию на утро сегодняшнее было 82 обращения уже поступило. и пока вот первые, не все 82, первые, которые посмотрели, более-менее корректное начисление у нас, мы их все равно отработаем, но пока у нас они попадают в ту логику того роста, связанного с температурой и с повышением, вроде особо никаких проблем пока не видим. Надеемся, что так и будет. Но 82 обращения за один день, это, по нашей статистике, это неплохая реакция граждан, вопрос их беспокоит. Безусловно. Но тут надо уточнить, имеется в виду ведь не только областной центр, но и районы Кировской области, да, а то оттуда тоже приходят сообщения. Конечно, но честно могу сказать, кировщане, они по всем вопросам ЖКХ наиболее активные. Ну, еще Кирово-Чепецк. И, наверное, пользуясь случаем, еще бы хотел вот про что сказать. У нас бывают ситуации, когда абсолютно два одинаковых дома получают разные платежки. Мы в прошлом году ездили, и в этот раз завтра мы специально выезжаем на два пятиэтажных дома, у которых разница в платежах отличается за тепло, отличается на 30%. Ну, почти на 30%, там чуть-чуть меньше, но все равно сумма очень значительная. И дома одинаковые, люди рассчитывают, что они будут платить одинаково за тепло, но нет, не получается. И там и там есть общедомовой прибор учета, так? Конечно, все по приборам учета, все, да. Но где-то есть автоматика, где-то система промыта, где-то управляющая компания следит за состоянием ограждающих конструкций. Это и окна, это и двери, это, в общем-то, и фасады, а где-то этого нет. И вот такая разница. Съездим на два дома абсолютно одинаковых, и еще раз дадим обратную связь, а, собственно, что делать с жителем, когда есть сомнения, насколько они переплачивают, насколько, как проверить, насколько управляющая компания заботиться о сохранности тепла. Вот, Сергей Николаевич, я хотел уточнить какой вопрос. У вас вот как бы в правилах горячей линии написано, что сообщать желательно необоснованно в завышенных счетах, да? Вот сам термин, да, необоснованно. Вот как вот объяснить кировчанам, в каком случае, вот они ваши клиенты, да, в каком случае, они послать вам должны платежку. То есть примерно вот как бы они должны понять. Потому что вот 9% мы понимаем, да? То есть взять калькулятор, что ли, сравнить? Нет, ну 9% можно сравнить. А вот эта вот пиковая нагрузка января-декабрь, холодная месяц, ее же никак не подсчитает простой человек. Вот как понять, что ему... Влияние морозов, да, но это труднее его, собственно, осознать. Ну вот смотрите, 9% мы проговорили с 1 декабря. Это вы правильно все говорите, это никак не совпадает. А, собственно, сколько мы эти плоды должны были заплатить? Что-то мы прикидывали в районе 15% рост платежа. Это относительно корректно. Опять же, для всех домов все сильно по-разному. Все, что уже выше, ну... То есть вообще мы рассчитываем, что здесь такая существует логика обыкновенная потребительская, там, до 15% наш расчет, что это, ну, еще там беспокоиться не стоит. 15% имеем в виду аналогичные месяцы прошлого года, да? Ну да, да. Прошлого года, потому что вот это... Учитывая июльское и декабрьское подорожание, да. Да, то есть попадает и подорожание тарифа, и более холодный месяц декабря. По эльбюрю, конечно, нам точные цифры не дали, но я бы где-то так же ориентировался. Ну я как бы об этом и спрашиваю, что вот я вот посмотрел вчера, свою платежку, да, я, правда, еще не сорванивал в процентах, мне она очень не понравилась. Я приду, сравню и подумаю, обращаться к вам, или, может быть, правда у меня справедливо, все. Почему я и спросил. Поподробнее еще, пожалуйста, Сергей Николаевич, расскажите о взаимодействии с энергосбытом, который, собственно, выставляет нам эти счета. Если вы увидите, что да, возможно, вот тут подозрения, возможно, тут пограничное какое-то состояние будет, вроде как больше... А может быть и ошибка. Да, может ошибка. Вот как будете разбираться с этими случаями? Ну, мы специально как раз, в общем, квитанции, где видно лицевой счет, где видно само начисление, там же площади видны. Если есть сомнения, во-первых, сперва к ним обращаемся, уже у нас такие отношения выстроены, и работают уже не первый год. Смотрят, сперва смотрят на предмет технических ошибок, потом сравнивают с подобными квитанциями в доме. И, опять же, вот то, что мы говорили, в домах у них там... Понимаете, у них и есть статистика, они объяснят... То есть первое, что мы им отдаем информацию, они объясняют, по каким причинам платеж имеет отклонение. Это очень важная история, потому что... Иначе-то как? Мы видим, что не попадает, мы говорим, почему. Они или рассказывают, почему, или говорят, что это техническая ошибка. Ну, вот я просто тут готовились, когда к линии начали вспоминать предыдущие периоды, и, конечно, вот те истории пересчетов, когда РИЦ просто там жители атаковали и стояли там, если вы помните, по 8 часов в очереди, чтобы пересчитать, добиться правды. Но, слава богу, эта история заканчивается. Мы надеемся, что все-таки это будут единичные случаи. И пока вот при первое обращение дают надежду, что это именно так и будет. Ну, вот я смотрю как раз комментарии в группе ВКонтакте, в центре общественного контроля в сфере ЖКХ. Люди и туда отправляют, собственно, можно и туда, да, отправлять эти снимки квитанций. Вполне уместно. Да, и вот там такая дискуссия уже развернулась. Почему же у нас такая высокая оплата за тепло в районах области? Где-то там по 10 тысяч платят и так далее. Кто-то защищает там региональную службу по тарифам, которая только лишь устанавливает эти тарифы, но, собственно, не назначает их в соответствии с законодательством. Ну, в общем, достаточно активно люди откликнулись, да. Мы, конечно, понимаем, что районы, там, если там крупные Москва и Слободской, то взять тот же Слободской, где мазутные, там, котельные. Конечно, у них тарифы выше, чем в городе, и это накладывает свой отпечаток. Мы очень надеемся, что те вопросы, связанные с газификацией, про которые, честно говоря, вот всю осень мы это внимательно следили и ожидаем, что в ближайшее время Слободской газ все-таки придет. И, по крайней мере, для Слободского это будет существенная экономия по стоимости за тепло. Вот все равно мы понимаем, что находимся в неоднородных условиях с точки зрения стоимости. В зависимости от того, там, киров на газу, котельная большая, крупная, там, ТЭС работает, на Слободском обычно мазут, и, конечно, стоимость не может быть сопоставима, но только в силу вот этих технических параметров. То есть, Сергей Николаевич, я так правильно понял, не в смысле, когда газ придет. Газ мы в Слободской уже несколько раз торжественно запускали. Когда котельная появится, газовая, да? Разумеется, да. Когда пройдет переход отопления центрального на газовая котельная. Тем более, в Слободском там достаточно интересная система, даже текущая, но это прям тема отдельного разговора. Ну, так сложилось. Исторически. Да, спасибо, благодарим вас за этот комментарий. Сергей Юлитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, председатель общественной палаты Кировской области, поговорили мы о запуске горячей линии под названием «Дорогое тепло». Название хорошее. «Дорогое тепло». «Дорогое тепло». В плане количества денежных купюр, которые нужно отдать. Ну, и, кстати, номер телефона не озвучили, он существует, и обращаться можно в том числе и посредством телефонной связи в Центр общественного контроля. Это 38 14 77. 38 14 77. Ну, еще раз напомню, что принимаются... Лучше все-таки послать фото своей платежкой, чтобы там все было понятно. Да, сообщение с фотографией, квитанции вы можете направить в группу ВКонтакте. Ссылка дана либо под этим постом, вот под постом, где объявлено о начале этой акции. Так что, я думаю, для людей, которые знакомы и дружат с компьютерами, с мобильными телефонами, с платфонами, не составит труда. С социальными сетями дружат практически все, поэтому найдут очень быстро. Да, это сделает. Ну, следующая тема, да, мобильная лаборатория. Мобильная лаборатория, которую у нас начали тестировать в Кирове. Тут, кстати, уже указан в новости, которая появилась вчера, указан район города, куда съездили специалисты, да, и решили изучить, что же там в атмосферном воздухе у нас происходит. Ну, традиционно экологи у нас из года в год говорят о том, что у нас основной источник загрязнения воздуха – это автомобильный транспорт, да, ведь ежегодно называются традиционные загруженные перекрестки, где фиксируются повышенные, не говорю, там, превышения, предпредельные документы. Местами там находят превышения, да. Ну, насколько я помню, могу собрать, например, 60% загрязнения воздуха на совести транспорта городского, остальное на совести промпредприятия. Ну, и традиционно у нас перекрестки называются, это самые такие забитые автомобилями, еще раз сопроизводственные, Ленина-Блюхера. Ленина-Москова, Ленина-Милицейская. Ленина-Милицейская, да. Да, да. Как будут дальше работать представители Министерства охраны окружающей среды? Насколько интенсивно они будут изучать? Будут ли они работать по заявкам? Да, вот сейчас выясним. Ну что, представляем нашу гостю? Ну, у нас на связи Алла Викторовна Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области. Алла Викторовна, добрый день. Добрый день. Да, добрый день, Алла Викторовна. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как будет использоваться мобильный экологический комплекс, каким оборудованием он располагает, как интенсивно вы будете его использовать. Вот написали СМИ о том, что тестирование началось, да, этой мобильной установки. Насколько это соответствует действительности? Да, хорошо. Ну, я начну с того, что эту мобильную лабораторию мы получили в декабре 2022 года. Приобрели мы ее за счет средств областного бюджета. Она не дешевая. Но она оправдывает себя, поскольку укомплектована самым современным профессиональным оборудованием, которое позволяет проводить круглосуточные исследования атмосферного воздуха в условиях от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия в рамках, можно использовать и надзорных, и плановых, и неплановых мероприятий, также в том числе и в рамках мониторинга. Но вот для сравнения могу сказать, когда мы раньше проводили замеры качества атмосферного воздуха, лаборатория выезжала, она вынуждена была, во-первых, не всегда мы могли сделать замеры, поскольку в период повышенной влажности, когда идут осадки, замеры не проводились, это были ограничения, часть этих ограничений нет. Плюс мы не могли при низких температурах замерять, это тоже были ограничения методические того оборудования, которые мы использовали, и до исследований мы проводили стационарно уже в самой лаборатории. Это занимало огромное количество времени. На сегодня, вот первый выезд мы действительно сделали 3 февраля, лаборатория работала на территории жилого комплекса Метроград, мы замерили более 30 показателей, точнее 32 показателя, на это ушло времени меньше 2 часов. На сегодня у нас разработан график наблюдения за атмосферным воздухом на территории города Серово. Мы включали места отбора проб, чтобы это были те микрорайоны, из которых наиболее часто поступают жалобы на неприятные запахи. Для примера, это микрорайон Метроград, это запахи от предприятий, которые располагаются на площадке Луганская, так, скажем, Бехин завод будет под названием. Жилищный комплекс Знак, это в основном жалобы были на запахи от агрофирмы Дороничи. Частный сектор в микрорайоне Филейки и поселок Иганино, это запахи на очистные сооружения мукводоканала. Также мы включили обязательно жилой комплекс Озерки. Вы знаете, что там тоже периодически возникают вопросы по качеству воздуха. Но и самое главное, что перечень определяемых веществ в каждом микрорайоне, он свой. Он сформирован с учетом тех загрязняющих веществ, которые выбрасываются хозяйственными субъектами, предприятиями на территории, вблизи расположенной. На конкретной местности. Да, да, да. То есть какая-то специфика и общепромышленный выбор. Вот что мы можем, что эта лаборатория может сразу одновременно делать? Во-первых, она сразу определяет метеопараметры. У нас раньше такой возможности не было, и мы делали запрос в гидрометеоцентр, если мы сделали какой-то замер, какие в этот момент были метеопараметры. Сейчас это все, извините, за такой терминологию, за сленг, все в одном флаконе. А метеопараметры – это влажность воздуха, атмосферное давление, направление ветра. Да, да, да. Скорость и направление ветра, да. Значит, дальше она позволяет определять общепромышленные вещества. У нас их шесть. Также позволяет различные углеводороды, различную органику. Ну и самое главное – маркерную специфику на те вещества, которые обладают запахами. Ну, в первую очередь, меркоптаны, сероводород, аммиак, фурфурол, специфика и ряд других. Вот, на наш взгляд, использование мобильной лаборатории позволит нам, собственно, организовать эффективную систему наблюдения за качеством воздушной среды в городе с целью получения таких оперативных, достоверных данных о загрязнении, ну, или о состоянии, я бы так правильно сказала, воздуха в городе Кирове. Ну и принимать оперативно-организационные меры по какому-то устранению, если что-то мы выявляем, или минимизацию негативных последствий. График у нас такой разработан. Значит, ну, сейчас наша задача, во-первых, мы сейчас пока не аккредитованы. Давайте вот прям так полноценно скажу. Так, что это значит? Что это значит? Это значит, что те замеры, которые мы проводим, они сейчас идут в тестовом режиме. Мы накапливаем базу данных для будущей аккредитации. Мы должны аккредитоваться до 1 июля 2023 года. Это достаточно непростая и длительная процедура. Значит, тот орган, который будет нас аккредитовать, госстандарт, они должны убедиться, что наши специалисты владеют в полном объеме методиками и имеют определенную базу данных для разных ситуаций. То есть до 1 июля тестовые режимы, они не позволяют использовать эти данные, ну, например, в судебных процессах. Ну да, прикреплять к каким-то официальным документам, то есть являться доказательной базой и так далее. Да, совершенно верно. Потому что, как правило, лаборатория, чтобы свой статус подтвердить, она еще предоставляет документ об аккредитации лаборатории на те иные вещества, показатели, например, на те или иные условия. Вот. Поэтому я думаю, что после аккредитации, именно после 1 июля, это уже будут полноценные выезды. Графики у нас все равно на весь год, значит, составлены. Это будут полноценные выезды. Работать мы будем круглосуточно. Ну и, естественно, если будут какие-то жалобы, мы будем оперативно выезжать в эти точки. Отклоняться, конечно, немножко от графиков, но в этом тоже необходимость будет. Будем проверять быстро, оперативно, по залобам, если будет какая-то информация о неблагоприятном состоянии. Вот. Примерно так. Алла Викторовна, вот. Ну, помимо мобильной лаборатории, я хочу сказать, что мы же как бы двигаемся двумя направлениями. Лаборатория позволяет дать оценку состояния воздуха. Но, если помните, если в курсе, у нас месяца два назад мы этот вопрос рассматривали на оперативном совещании губернатора власти Александра Соколова. Он давал нам поручение вот по тем потенциальным предприятиям, которые имеют вещества с неприятными запахами, ставить дорожные карты по улучшению ситуации. Ну, то есть, по мероприятиям, которые должны делаться внутри предприятий. Дальше эти дорожные карты обсудить с общественностью, ну, и принять в действии. Вот. В рамках этого поручения мы также проводили несколько встреч. У нас там пять предприятий, с которыми мы работаем. Это Дороничи, Красногорский, это БХЗ. Ну, извините, я так по старому названию. Водоканал и ТЭЦ. Вот на сегодняшний день четыре дорожных карты по предприятиям у нас есть. Сейчас мы занимаемся доработкой вместе с предприятием дорожной карты по БХЗ. И как только будет готово, мы, я думаю, что на недельку, может быть, на две, вывесим это на всеобщее обозрение, чтобы люди могли познакомиться. А дальше назначим встречу для всех желающих, чтобы могли прийти и высказать какие-то свои там, свое понимание, свои какие-то предложения, может быть, замечания по улучшению этой дорожной карты. Алла Викторовна, да, я прошу прощения, что перебиваю. У нас сейчас небольшая будет рекламная пауза. Можно вас попросить оставаться с нами на связи. Дорожная карта тоже тема очень интересная. Подробно, подробнее, да, нам рассказать, чем будет возможность буквально через минуту, да. Продолжается наша передача, да, дневной разворот. Немножко отвлеклись на общение с нашим редактором в перерыве. У нас на связи Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области. Алла Викторовна, еще раз добрый день. Добрый день. Да, добрый день. Давайте вот продолжим наш разговор про дорожные карты. Чуть-чуть подробнее. Дорожная карта, ну, такое устоявшееся выражение, да, во властной среде, вот, составляется карта поэтапная, пошаговая, да, инструкция, к чему идем, к чему должны прийти-то мы в итоге, благодаря реализации этих дорожных карт, да. Мы, конечно, не можем диктовать предприятиям какие-то требования или условия. Но и со стороны предприятий, и со стороны органов власти, а у нас на наших встречах, помимо нас, еще присутствуют представители Роспотребнадзора и Роспроизводнадзора, есть общее понимание, что есть проблема на территории города Кирова. Она связана с неприятными запахами. Отсюда есть необходимость провести, ну, так скажем, разработать и внедрить какой-то комплекс дополнительных мер по улучшению ситуации, связанной с этими запахами. И какие-то мероприятия, предприятия сами знают, они технологические, да, мы не можем им диктовать, там, и технологи, и технари, они, наверное, лучше могут решить, что этому будет способствовать. Но какие-то предложения даем, в том числе и мы. Ну, например, на территории агрофирмы Доронича есть в комплексах животноводческих так называемые лагуны, которые накапливают отходы животноводческих. Жизнедеятельности. Сейчас это уже не отходы, а продукция, так скажем, животноводческих. Абочные продукты, да. На сегодня над этими лагунами созданы, как даже поточнее сказать, созданы... Слово забыла. Ну, видимо, нечто, что препятствует распространению, так я полагаю, да? Да, экраны. Экраны, вот, видимо, в правильном направлении мысль идет. Да, атмосферный воздух, вот, то, что это не открытые источники, а закрытые остановки. Но мы видим, что здесь комплекс мероприятий, ну, вроде бы, достаточный. Но, может быть, иногда в процессе, там, нарушения какой-то технологии. Дальше они, вот, после, так скажем, перегнивания этих отходов, они их вывозят на поля. И, на наш взгляд, именно в этот момент внесения на поля и происходят те запахи, которые беспокоят жителей, там, Дороничей и ряды микрорайонов в городе. И поэтому задача стояла, как, либо довести до кондиции, вот, так скажем, эти отходы, чтобы они действительно превратились в удобрения, но без запахов. Мы встречались с ними дважды, и на второй встрече мы пригласили к общению еще предприятие Сельхозбиогаз. Предприятие, которое занимается разработкой и внедрением установок по утилизации вот этих запахов, грубо говоря, или биогаза. Получается, там, в зависимости от того, какая задача у заказчика, либо избавиться от запахов, либо, например, получить, наоборот, какие-то ценные удобрения. Но самое главное, что вот наша встреча, она действительно дала такой посыл для дальнейшего общения этого предприятия вместе с представителями, с руководством агрофирмы. Мы надеемся, что, и такая у меня информация уже есть, о том, что они планируют по техническому заданию, сейчас работать над техническим заданием, дальше они готовы заключить договор на внедрение этой установки. Вот это, на мой взгляд, результат вот этих действий. То есть, мы конкретно будут внедряться меры, чтобы запахов этих не было, и вот те отходы, они сразу же, значит, происходила переработка их в продукцию без запаха. Это перспектива нескольких месяцев, года, двух? Я думаю, что не меньше двух лет, потому что все-таки довольно непростая ситуация с этой установкой, там должен быть подбор технологий. Скорее всего, я думаю, что они, возможно, выйдут на опытно-промышленное какое-то внедрение в следующем году, в 2024-м. Ну, к 2025-му, я думаю, что мы уже можем как бы констатировать, что довольно проблема, связанная с запахами от агрофирм, она у нас, я думаю, что будет ликвидирована. Алла Викторовна, вот так вот я бы сказала. Как раз слово «запахи» зазвучало, я хочу немножко вернуться к лаборатории. К мобильной. Да, к мобильной, потому что вот как бы очень часто такая бывает информация, что вот выехал Роспотребнадзор, либо вы замеряете, говорите, превышение ПДК нет, да, и как бы все нормально, но запахи есть. И вы сами, наверное, понимаете, что запах есть. Вот эта лаборатория вот эту проблему поможет решить? Она сможет зафиксировать этот вот запах, что он есть? Нет, конечно, она не сможет зафиксировать этот запах. Она может только зафиксировать вещества маркерные для запаха. И если, предположим, запах сильный, то, значит, концентрации этих маркерных веществ будут значительно выше, и мы их зафиксируем как выше ПДК. Какая здесь проблема на самом деле, что на сегодня запахи не нормируются? Нет никаких нормативов, нет перечня веществ, которые являются источником запаха формально-официально. Поэтому мы сейчас можем только по косвенным каким-то показателям это фиксировать. Но я думаю, что, смотрите, тут надо смотреть на данный вопрос комплексный. Одно дело, когда мы получаем какую-то разовую точку, да, из-за мер по разовой точке. Другое дело, когда лаборатория может в течение, там, ну, запахи не бывают один час или два. Как правило, это бывают сутки, да, ночное время, целое ночь, там, или целое утро, там, до обеда, например. Зависит от атмосферных, да, условий, в том числе, да. Да, да. За это время, если у нас есть предположения, исходя из розы ветров, из скорости ветра, если есть предположения, что является потенциальным источником запахов, у лаборатории есть возможность оконтурить в течение короткого времени эту территорию и подтвердить данными, что именно это предприятие является источником запаха. А это уже вопрос для надзорных органов, прокуратуры по дальнейшем, по дальнейшей работе с этим предприятием. А оконтурить, то есть установить границы распространения вот этих неприятных запахов, да? Да, 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 и сказать, да, и сказать, что это именно это предприятие является источником выброса, вот, так скажем, вот этих вот повышенных концентраций. Ну, это уже очень большое дело. Для этого нам и нужна сейчас наработка по базе данных, чтобы мы смотрели, например, какая ситуация, когда запахов нет, да, какие концентрации. Когда запахи будут, концентрации будут уже какие-то другие. Мы должны смотреть на эти зависимости. Это очень непростая работа. Это только так кажется, что там раз, и все, и мы там сказали, что все, это предприятие, и проблема запаха меньшена. Она не простая, она длительная, но мы должны все равно в этом направлении двигаться. Мы думаем, что к концу этого года мы о чем-то уже сможем предметно говорить. У нас еще минутка есть, вот такой человеческий вопрос. Вообще сотрудники министерства готовы работать с этой мобильной установкой? Их компетенции? Придется ли их дополнительно обучать? К июлю этому же месяцу успеть? Да, значит, ну, я хочу сказать сразу, что у нас эту лабораторию, эту лабораторию обслуживают не сотрудники министерства, а наше подвижностное учреждение, Кировский природоохранный областной центр. Сотрудники готовы. Они прошли обучение теми специалистами, которые приезжали, проводили пусконаладочные работы. И в течение, по-моему, пяти дней мы шли обучение теоретическое с практическим выездом. Сейчас наши специалисты готовы. Ну что ж, удачи. Ждем результатов, да, потому что одна из самых таких острых, да, проблемы, темы, которые регулярно поднимаются в областном центре... Одна из самых неприятно пахнущих тем, скажем так. Спасибо за этот подробный комментарий. Алла Викторовна, Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области, была с нами на связи. На этом мы завершаем первую часть нашей программы «Дневной разворот». Пару слов о темах, которые будут во втором часе. Совершенно противоположные темы, на мой взгляд, это разрешение заниматься промышленным сбором грибов и ягод в лесах, да? Ну, не совсем так, но, условно говоря... Ну, примерно так, да. В общем, в больших объемах, не в частном порядке. И еще о книгах поговорим, о книгодарении. На этом делаем небольшую паузу. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА